Что делать, если у вашей ели две макушки? Неважно даже какая это ель, голубая, зеленая, обыкновенная, итак у нас вот здесь растет ель, которую мы пересадили в прошлом году, у нее образовалось две макушки, макушки идут в принципе от самого корня, два ствола, есть вариант обрезать ее, вот так вот хоп и все, но мы такого не делаем, если уберем вот одну макушку даже в сторону, да будет прекрасная одиночная ель, но я думаю так оно будет пышнее и красивее, все равно неизвестно пойдет ли верхушечный побег или что-то там с ним, то есть мы оставляем ель так, если хотите можете обрезать, но обрезать надо будет под корень, тогда уже чтобы она не мучилась, ну а так она останется пышнее, здесь почки видите, если можно видеть здесь почки, вот почечка, вот, 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 уможество почек, я думаю в следующем году она еще пышнее будет, есть возможность сделать ее под шарик, а там посмотрим в принципе формировка можно заниматься сейчас, можно обрезать вот эти веточки, чтобы они не мешали друг другу, но я думаю опять же не стоит, но никогда не спешите хвататься за секатор, секатор это самое в последнюю очередь, когда уже действительно там вы начинаете ее формировать, но формировать ее можно из трехлетнего возраста, из двухлетнего даже, то есть когда вы формируете, вы смотрите, кстати этот саженец остался потому, что его не захотели люди брать из-за того, что вот действительно у него две макушки, а сейчас он прекрасно выглядит, набрал цвет и пойдет и будет у нас красивый, я его оставлю так, я не буду его мусить, резать до определенного момента, то есть много можно придумать, что с ним сделать, вариантов тут множество, что с ним сделать и как его растить, а может быть люди так его посадят и он будет расти очень прекрасным красивым деревом, вот тут у нас рассажена пятилетка, здесь двумя макушками очень много, ну не много, но процентов, вот к примеру вот эту возьмем, да, здесь вообще неизвестно что, то ли три макушки, то ли четыре, но формировать ее надо сейчас, ну вот это точно вот, вот так вот обрезать где-то, и вот это вот так вот обрезать, потому что тут, тут, тут очень много пусть она будет, вот какой-то паучок пополз, интересный, вот смотрите, вот здесь у нас две макушки, в прошлом году та елка была вот такая же, смотрите, можно сделать вот так вот, взять и проволокой просто прижать ее, вот так вот, к земле прям, или как, ну можно придумать и ловчиться, то есть это будет боковой побег, и можно будет обрезать вот так вот, и все нормально будет, она будет один идти, вот вот из этой хорошо будет сделать, вот видите, вот она сама по себе маленькая идет, вот или вот эту брать, ну вот эту потолще вроде бы, потолще вот это полностью обрезать, но я сейчас не буду, я хочу, чтобы она была пышная, 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 на следующий год она наберет свет, так же будет как та, однозначно, то есть такой елки в природе считается много, отчего такое получается, ну мало чего, деформация при сенеце, сенец такой, ну, ель вся хорошая, да, однозначно, и посажена в прошлом году, она еще цвет толком не набрала, но она берет, вот даже вторую почку начала бить, вы видите, значит она хорошо себя здесь чувствует, довольна, ну на этом, уважаемые друзья, все, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов и питомник Воню Дворик, всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!